Вывески могут украшать город, ну или по крайней мере не уродовать его. Справедливость этого суждения должно доказать введение дизайн-кода, единых правил размещения информационных вывесок. Он делит город на зоны, в каждой действуют свои правила. Центральная улица города, на которых предельно высокая пешеходная проходимость, и транспортный поток также большой, но акцент делается именно на то, что это пешеходная зона. Здесь, согласно дизайн-коду, допускаются к размещению информационные конструкции, выполняемые отдельными буквами, небольшого типа, аккуратные, небольшие, те, которые смогут считывать пешеходов. И так, вплоть до зонирования по тем категориям улиц, которые представляют собой въездные магистрали, где преобладает транспортный поток, чтобы пассажиры могли считывать информацию. И там, конечно же, должны доминировать уже другие информационные конструкции, такие как световые короба. В среду рабочее совещание по дизайн-коду прошло, можно сказать, на натуре. Улица 10 августа стала одной из пилотных в проекте. Требования к таким по дизайн-коду самые строгие. Буквы вывесок отдельно стоящие. Никаких баннеров и растяжек на фасадах. За последний год улица действительно изменилась к лучшему. Но по-прежнему остаются предприниматели, которые не готовы менять вывеску во благо города. Здесь ни один вид конструкции, который размещен на этом магазине, он не подпадает под ни действующие требования, ни будущие требования. С руководством этого магазина мы не раз связывались. Здесь были и переговоры, и административные меры воздействия. Пока это должного результата не принесло. Процесс общения с такими несознательными собственниками помещения затягивается. Доходит даже до штрафных санкций. Хотя цель не штрафовать, а заставить следовать единым правилам. К сожалению, процентов 10 таких нарушителей у нас есть. Но в связи с принятием в ближайшей перспективе дизайн-кода как документа нормативного, конечно, это повлечет за собой новую волну рейдовых мероприятий. И все равно, так или иначе, задача стоит результата добиться везде. На портище и городской пейзаж вывески в последнее время стали обращать внимание не только административные служащие, но и сами жители. В социальных сетях главе города неоднократно жаловались на этот баннер. Он располагается на торцевой стороне дома с незапамятных времен. Установлен незаконно, да еще и оригинальную мозаику на здании частично закрывает. Мы на сообщениях социальных сетей стараемся реагировать максимально оперативно. Поэтому на сегодняшний день можем констатировать, что работа с собственником, с лицом, установившим эту конструкцию, она проводится. И мы рассчитываем на то, что в ближайшее время эта конструкция исчезнет с улицы. Есть какие-то сроки? Ну, наш рабочий срок – это в течение недели. Может быть, это произойдет чуть раньше. На примере одной улицы видим. Навести порядок в этой сфере непросто, но возможно. Введение дизайн-кода процесс должно упростить. Предполагается, что документ, закрепляющий положение дизайн-кода, будет утвержден уже в конце апреля. Только когда каждый предприниматель начнет следовать правилам, из визуального шума, наконец, покажется естественная красота Иванова. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иванова.